Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Цены на мясо в Казахстане могут снова вырасти. По какой причине и на сколько потребителям придется платить больше? Кокшетау и Степногорск закрыли на жесткий карантин. Беспрепятственные въезды, выезд в эти города запрещен. Общенациональная социал-демократическая партия бойкотирует выборы. Лидер партии предложил не участвовать в выборах. Большинство проголосовало за. ОСДП не будет принимать участие в предстоящих выборах. За предложение лидер партии Рахим Жанова на съезде проголосовали 32 члена. Против высказались трое. Дело в том, что партия выбирала из двух зол. ОСДП уже второй раз объявляет бойкот. В таких случаях Минюст может просто закрыть партию. С другой стороны, к ней желает примкнуть признанная в Казахстане экстремистская ДВК. А за это членам ОСДП светит реальный уголовный срок. Кроме того, чтобы участвовать в выборах, нужно заплатить за каждого члена 600 тысяч. ОСДП считает себя единственной оппозицией. Изначально партия была намерена участвовать в выборах. Но после того, как создатель ДВК Облязов объявил о присоединении к этой партии, ОСДП решило просто отказаться от участия в выборах под предлогом бойкота. По крайней мере, так оценивают это политологи. Но не все партийцы за бойкот. Некоторые против. Конечно, все эти 15 лет не были для нас легкими. Легкими была всегда борьба. Борьба за власть. Поэтому я сегодня говорю всем вам, что я выступаю против бойкота. По оценкам политологов, партия ОСДП в последние годы стала уже менее заметная. Оттуда еще много людей поуходили, которые стояли у истоков этой партии. Поэтому принимать решение о бойкоте, похоже, было тяжелым. Некоторые члены ОСДП даже чуть не заплакали. Мне очень тяжело сейчас впервые выступать с трибуны нашего съезда, потому что очень сложный, очень тяжелый, болезненный вопрос выдвинут на повестку. Члены ОСДП всегда критиковали власть. Они выступают за серьезные политические преобразования, но, похоже, не готовы к выборам в силу отсутствия необходимых ресурсов. Кандидатские взносы нам не вернутся. И эти деньги партия просто потеряет. Они в воздух уйдут. И я считаю, что лучше эти деньги направить на усиление работы партии, на офисы, оборудование. Ну, все для партийной работы, что необходимо. Следующая причина, которую я вижу, вот эти вот деструктивные элементы, они прям ринулись в партию, вступать, прям рьяно, с требованием, давайте вот прям сегодня принимайте нас. Ну, это ни в какие ворота не лезет. И, ну, естественно, настораживает, прям, ну, не просто настораживает, пугает. Я считаю, как бы, ну, они могут реально подложить нам большую такую свинью, что партию не просто закроют, но как минимум руководители филиалов могут получить уголовные сроки за то, что приняли свои ряды членов организаций, которые признаны экстремисткой по суду. Почти все члены оппозиционной ОСДП назвали Облязова экстремистом. Как говорят наблюдатели, есть сеть, где задействованы наиболее компетентные функционеры ДВК. И есть большая аудитория Облязова в соцсетях. Облязов монополизировал данную аудиторию. Похоже, намерение ДВК примкнуть к ОСДП напугало партию. Если партия пойдет на выборы, представьте, мы пошли на выборы, мы бы стали вторым кассаном. У нас бы забрали голоса, нарисовали бы нужные им проценты сил у партии. Я честно признаюсь, даже вкупе с гражданским обществом, у нас не хватит отстоять эти голоса. Цены на мясо могут снова вырасти. Как минимум на 200 тенге. При этом закупочная цена остается прежней. Большая часть фермеров уже сдали скот на убой. К тому же розничные цены на рынке растут без привязки к оптовым. Животноводство теряет свою рентабельность. Нет прежних объемов экспорта и дорожают корма. Что говорят в Мясном Союзе, как относятся к этому продавцы и покупатели продукции, выясняли мои коллеги. И земля, и ресурсы позволяют иметь поголовье скота больше, чем сейчас. Если его нарастим, то еще больше людей обретут работу, будет много мяса, будет цена и пониже. А пока объективных причин для снижения нет, общую инфляцию тоже никто не отменял. А фермерам нужно покупать и другую продукцию, которая тоже дорожает. У Мяса свои, составляющие по себе стоимости, стоимость кормов, урожайность, которая влияет тоже на цену. Справедливая цена, рыночная цена на мясо, сад корма, варьируется от производителя на уровне 1700-1800 кинг за килограмм. Тушевая, наверное. Все, что ниже данного ценника, это никаким обоснованием не проходит. Между тем, продавцы говорят, что уровень торговли снизился, торговать стало почти невыгодно. С каждым годом торговля все хуже и хуже. Спад пошел, прям, в конкретный вид. Заметно. Мясо дорожает. Ну, мясо пусть дорожает, потому что колхозников очень жалко. Корм дорогой. Вот на той неделе я проездила, свинины домашние искала. Все, сколько я знала там в дворах, они все перестали держать. Покупатели, естественно, недовольны, рассказывают продавцы. Каждую неделю новые ценники, новые условия, в которых им приходится буквально выживать. Конечно, жалуются, да. Все дорожает. Не пойдем, а по часам. Все подорожало. И хлеб. Ну, мясо прям, мы так совсем это не поднимаем цену. Мы даже неудобно нам поднимать как-то. Покупаем и немножко добавляем, продаем. Ну, не окупается наше это. Аренду не успеваем закрывать даже. Где можем, там и экономим, словно отвечают продавцам покупатели. Ну, по-возможно, да, подешевле, конечно. Подешевле, да. Когда деньги есть, конечно, хороший мяк, хороший брать, да. Вот это да. А сейчас поменьше будем брать, потому что подорожало. Цены все поднимаются, поднимаются. Но есть ли выход из этой ситуации, задались мы вопросом. Есть, ответили специалисты отрасли. Отменить все виды там субсидирования. Применить только льготные процентные ставки кредитовальные. Для тех людей, кто вовлечен в данный бизнес. Все. Здесь автоматически останутся на рынке только те, кто в самом деле занимается производством. Насколько хватит терпения покупателей и жителей Казахстана в целом, пока не ясно. Но то, что ценники скоро изменятся, это несомненно. Гульнару Мару, Монарбек Ушалиев, ТДК-42. Кокшетау и Степногорск закрыли в Акмолинской области. Об этом сообщил Аким региона Миржакпаев. Беспрепятственный въезд и выезд в эти города запрещен. Регион в красной зоне. С 28 ноября въезд и выезд в эти города даже для акмолинцев без отрицательного ПЦР-теста, не более чем трехдневной давности, запрещен. 80% госорганов Акмолинской области уйдут на дистанционку. Медорганизации продолжат работу, но по предварительной записи. Город Степногорск долгое время не обозначался даже на самых подробных картах. Причины тому закрытый статус. Пассажирские поезда сюда не ходят. Ветка есть, но поезда не останавливаются. Здесь есть уран и золото. В этих местах был объект оборонного комплекса «Союза». Предприятие должно было производить уран для разработки ядерного оружия. После распада «Союза» город утратил закрытый статус. А Кокшетау – зона отдыха. Обычно жители столицы массово уезжали отдыхать даже по выходным в этот город. Недалеко от города зимой можно скатиться на лыжах с гор или покататься на коне. Теперь, похоже, это не получится. Я так полагаю, что соседних регионов очаги приходят к нам. Кроме этого, мы сегодня в борьбе уже с пандемией, мы сегодня закрыли город Кокшетау санитарными постами, начиная с 23 ноября, а с 23 ноября мы, как вошли в красную зону, усилили данную ситуацию. С сегодняшнего дня мы закрываем город Степногорск. Вот такие же мероприятия, как город Кокшетау, будут и в городе Степногорск. В Акмолинской области 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией не были вовремя включены в официальную статистику. Об этом упомянул президент Токаев. Причиной тому, по словам главы региона, стала нехватка специалистов, которые просто не успевают обрабатывать данные по КВИ. Дело в том, что штат областного СЭС составляет всего 12 человек. Когда идет массовое заражение, мы не успеваем обрабатывать, поэтому около 100 случаев мы не успели оформить, заявил глава региона. Бауржанши Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Далее рекламные сюжеты и вот что вы увидите после. В Уральске создадут сеть мини-маркетов для продажи продуктов питания по сниженным ценам. Пассажироперевозчики города Атырау жалуются на отсутствие субсидий. Предприятия погрязли в долгах. Сразу после рекламы вы узнаете об эпидемиологической ситуации в Западно-Казахстанской и Мангостаусской областях. Отличные новости от автосалона «Шевроле» на Шолохово. Здесь начали выдавать первые акционные автомобили марки «Шевроле» «Нексия» казахстанской сборки. Первые покупатели – семья Шопиных из Уральска. Супруги приобрели машину всего за 2 миллиона 990 тысяч тенге. Автомобили «Шевроле» сейчас собирают в Казахстане. Они проходят по льготной системе кредитования под 4% годовых. Это очень существенный факт в условиях кризиса, который наблюдается во многих секторах мировой экономики. Цены на комфортный и удобный автомобиль стартуют от 3 миллионов тенге, что делает его доступным практически для каждого жителя Уральска и Западно-Казахстанской области. Сейчас компания «Шевроле» полностью перешла на казахстанское производство. Все машины производятся и собираются у нас в Казахстане. Проходит под льготную систему 4%. И с августа у нас запустилась акция на модель «Шевроле» «Нексия». Ее можно было приобрести за 2 миллиона 990 тысяч тенге. Сейчас цена уже 390 и акция будет продолжаться до 30 ноября. Автомобиль идет на механической коробке передач, но при этом у него есть кондиционер и полностью электрооборудование по салону. «Шевроле» «Нексия» – автомобиль для любого возраста. Универсальность технических характеристик, классический дизайн, удобство салона, легкость управления. Эти и многие другие достоинства автомобиля сделали его идеальным выбором для водителя любого возраста. Жительница Уральска Светлана Шопина отметила, что в их семье это первая машина, купленная в автосалоне. До этого супруги ездили на поддержанных иномарках. Приобрели, наконец, машину по довольно-таки выгодной цене, я считаю, все-таки. Ждали относительно недолго, обещали нам 4 месяца, пришла за 3 месяца, поэтому мы рады, довольны, надеюсь, нас не разочарует наша покупка. Приобреталась как семейный автомобиль, потому что есть ребенок, ребенок растет, соответственно, какие-то семейные поездки. Ну, природу, по городу, по магазинам, как обычно, водить будет муж. Вот, я как владелец выступаю. Акция от автосалона «Шевроле» на Шолохово продолжается. Спеши стать обладателем надежного и комфортного автомобиля. «Шевроле Нексия». Красота в движении. К новостям из регионов. В Мангостаусской области увеличилось число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, на этой неделе 11 человек заразились COVID-19, 7 человек – коронавирусной пневмонией. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Мангостаусской области расскажет наш собственный корреспондент в регионе. Эпидемиологическая ситуация в Мангостаусской области стабильная. Регион находится в зелёной зоне. Но, тем не менее, число инфицированных за последний месяц растёт. За ноябрь было зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На прошлой неделе два человека погибли от COVID-19. Умерших от коронавирусной инфекции 74 человека. Выздоровели 3329. Это более 97%. На сегодняшний день в стационаре от COVID лечится 6 больных. 9 человек без каких-либо жалоб находятся на домашнем карантине. Всего в области зарегистрировано 1169 больных с симптомами коронавируса. В инфекционных стационарах Мангостаусской области от коронавируса и пневмонии лечится 51 человек. У 40 пациентов наблюдается среднее состояние. В тяжёлом состоянии находятся 10 больных. Ещё один находится в крайне тяжёлом состоянии. В Актаусской городской поликлинике номер 2 с октября запущен новый цифровой рентген и флюроаппарат. Современное оборудование позволяет своевременно оказывать медицинскую помощь больным. Врачи считают причиной ухудшения состояния пациентов, поступивших в больницу, наличие сопутствующих заболеваний. Стоит отметить, что в регионе несколько смягчены карантинные требования. Но это не повод для несоблюдения жителями мер безопасности. В Западной Казахстанской области заполняемость коек в инфекционных стационарах для больных с коронавирусной инфекцией составила 35%. Об этом сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций. В эту субботу по городу не будут выставляться санитарные посты. Заработают рынки и торговые центры. Однако санитарные врачи призывают жителей региона не расслабляться. С начала ноября в области выявлено 888 случаев коронавирусной инфекции. Две трети из них приходится на Уральск. 130 больных выявлено в районе Батирек и 63 в Бурлинском районе. Чаще всего положительный ПЦР-тест выявляется при обследовании контактных лиц. Санитарные врачи отметили, что с начала пандемии они провели более 200 тысяч исследований на коронавирус. Особое внимание уделяется контролю объектов. В 204 случаях были составлены административные протоколы за нарушение санитарных требований. Так, все еще остается проблемным. У нас на сегодняшний день в 74 случаях у нас выявлены составлены административные протоколы за проведение массовых мероприятий, за несоблюдение масочного режима наложен административный протокол в 59 случаях. Врачи отметили, что сейчас лечение от коронавирусной инфекции получают 126 пациентов. 10 из них находятся в реанимации, в тяжелом состоянии. Большинство больных имеют сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Медики заявили, что у них подготовлен резерв в количестве 2000 больничных коек. На сегодняшний день медорганизации области оснащены 195 аппаратом ИВЛ. 645 кислородными концентраторами, 1063 пульсоксиметрами, 198 источниками кислорода и 425 аппаратами Баглова. Закуплено 7 цифровых рентгенопаратов для районных больниц. Отметим, что на станцию скорой медицинской помощи ежесуточно поступают порядка 650 вызовов. Роман Копняев, Айбулат Жигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Загрязненное нефтешламами озеро очистили в Уральске. Об этом сообщили в Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования. Еще с советских времен Анискино озеро использовалось в качестве полигона для сброса сточных вод. Впоследствии водоем высох и в данный момент не используется как отстойник. Этим не применули воспользоваться недобросовестные недропользователи. Только за последние несколько лет в озеро было сброшено свыше 140 тонн нефтешлама. В этом году из бюджета выделено 7,5 миллиона тенге на рекультивацию территории. Шлам был высыпан в 14 местах. Все эти очаги были ликвидированы. Потом загрязненная почва вместе с этим отходом была снятия. Это где-то 250 тонн было. Мы их вывезли в специальный полигон для производства отходов. В Уральске создадут сеть мини-маркетов для продажи продуктов питания по низкой цене. Социальные магазины будут приобретены за счет бюджетных средств через СПК «Акжаик». Далее они на конкурсной основе будут переданы предпринимателям, которые в свою очередь будут платить арендную плату по льготной цене. Товары из стабилизационного фонда реализуются через пока небольшую сеть киосков. Сейчас их насчитывается 10. Вначале предприниматели платили арендную плату в 35 тысяч тенге в месяц. Затем эту сумму снизили в два раза. Это сделано для того, чтобы бизнесменам было легче пережить последствия введения ограничительных мер. Стоит отметить, что насытить рынок товарами из стаб-фонда не получится. Его цель – обеспечить недорогими продуктами социально уязвимые слои населения. «В этом году дополнительно планируется закупить 5 киосков таких. И к концу следующего года в планах еще дополнительно 15 киосков. И общее количество к концу следующего года планируется довести до 30 таких киосков. Все эти киоски будут передаваться только товаропроизводителям в нашей области. И они будут нести обязательства по реализации своей продукции и товаров в стабилизационном фоне по сниженым ценам». Также власти договорились с владельцами двух торговых сетей о возобновлении акции «Часпик». Она хорошо себя зарекомендовала в период введения режима ЧП в Казахстане. Магазины предлагали товары со значительной скидкой. «На рынке Ели-Росе у нас для сельхозтоваропроизводителей на 50% тоже снизили арендную плату, что тоже скажется на цене продовольственных товаров. Нашу инициативу по проведению акции «Часпик» поддержали две торговые сети – это Алтандар и Жангирхан. В течение двух-трех часов в день определенные виды социального СЗПТ, социально значительных продовольственных товаров, продаются вообще без наценок». Отметим, что в Акимате области разработали меры по стабилизации цен. Больше всего в магазинах поднялась стоимость подсолнечного масла, сахара, муки и яиц. Роман Копняев, Айбулат Джекипар, Александр Грабарев, ТДК-42. Пожилую жительницу Уральска госпитализировали с отравлением угарным газом. Сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение из городской многопрофильной больницы, куда поступила пострадавшая. Выяснилось, что пенсионерка использовала газовую плиту для обогрева своего жилья. Спасатели призвали горожан соблюдать меры предосторожности при использовании отопительных приборов. Установлено, что гражданка ЧА, проживающая по адресу поселка Деркуль, улица Комарова, 14, во время отсутствия отопления отопительного оборудования воспользовалась газовой плитой для обогрева дома в течение суток. Из-за длительного пользования газовой плиты данная гражданка ЧА получила отравление. В Атырау коммунальное государственное предприятие «Смарт Атырау» задолжало 457 миллионов тенге предпринимателям, которые занимаются пассажирскими перевозками. Данный факт выявили сотрудники по борьбе с коррупцией. Кроме этого, выяснилось, что местный Акимат не субсидирует пассажирские перевозки должным образом. Спор обеих сторон выслушали наши атырауские корреспонденты. В Атырау пассажирскими перевозками занимаются 14 учреждений по 49 направлениям. Одно из них – ТОО «Ахжеих автопарк». Из-за неправильной выплаты субсидий местными властями у данного учреждения задолженность превышает 50 миллионов тенге. Прибыль от пассажирских перевозок покрывает только зарплаты сотрудника. По словам предпринимателя, при выделении субсидий учитываются только микроавтобусы. Владельцы бизнеса предложили Акимату выплатить субсидии в новом порядке, объясняя, что расходы не окупаются. Да, действительно, это субсидия нам не хватает, потому что мы запустили новый большой автобус, у них уже расходы больше на запасные части, ГСМ, зарплата. Расчеты были сделаны по микроавтобусам, поэтому эти нюансы произошли. Да, у нас образовались долги перед поставщиками ГСМ. Давать интервью в ответственном органе отказались, объяснив, что руководитель находится в отпуске. К слову, в регионе 30% населения ездят на автобусах по льготной карте. Коммунально-государственное учреждение «Смарт-Атрал» до сих пор не перечислило перевозчикам средства за перевозку социально уязвимых слоев населения. Таким образом, задолженность достигла 457 миллионов тенге. Сейчас в дело вмешивается Департамент по противодействию коррупции. На сегодняшний день данный вопрос, он не скажу, что полностью решен, но близится к завершению. Мы сейчас ожидаем последние решательные именно точки. Это в декабре на очередной сессии Маслихата. Мы думаем, данная проблема уже найдет свое решение. Ежегодно местные власти выделяют около 2 миллиардов тенге на пассажирские перевозки. Однако до настоящего времени средства на субсидирование субъектам предпринимательства выплачиваются не в полном объеме. Адана Маулянга, Заганис Агантеков, Александр Грабарев, ТДК-42, Атрауская область. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ СПОНСОР 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 ПОГОДЫ Продолжение следует... Ковры на Шолохово – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон 8705-992-0207.